Супер игра! Слушай, неужели мы с тобой можем сейчас попрощаться, баракушка? Абамушка? Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, мы продолжаем играть в поле чудес. Уже, по идее, скоро должны закончить со сбором знаменитостей, потому что это предпоследняя. Но эта предпоследняя знаменитость немножко подзадержалась, он не хочет уходить просто так, по доброй воле. Ну что, барак, мать твою! Избавимся мы сегодня от твоей, я прошу прощения, прости господи, рожа, или нет? Я уже немножко устал на нее глядеть, ты, конечно, очень оптимистичный, веселый чувак, но всему же надо знать меру, правильно? И уши твои немножко напрягают, и рот твой немножко напрягает, цвет кожи не напрягает. Это если сейчас ты подумаешь, что я сейчас какие-то расистские шутки, абсолютно нет, никаких расистских шуток... Расистских, расистских, я чуть не сказал российских. Никаких расистских шуточек не будет, потому что я уважаю этих ниггеров и никогда не буду на них никак шутить. Димак, за ущерб этому, согласно русской правде, Ярослава Мудрого налагался штраф в 12 гривен. За ущерб этому, согласно русской правде, Ярослава Мудрого... Что такое русская правда Ярослава Мудрого? Давайте вот с этого начнем, немножко отмотаем назад, я просто пытаюсь понять, о чем у нас так, чуть погромче, у себя сделаю, у вас это не будет отображено, это через мои колонки. О чем вообще тут идет речь? Наверное, это какой-то свод штрафов, да, если штраф, да, за ущерб этому. Ну, давайте букву К выберем. Такой буквы здесь нет, это означает, что усатому Григорию переходит ход, переходит ход, ход переходит. Да, я люблю вот такие вот замечательные фразочки строить, в частности из-за того, что я неграмотное быдло, которое наперил на себя очки. Он взял букву А и, конечно, вот надо было не мудрить, зачем я вообще выпендрился? Сразу букву А брать, букву О брать, вот эти буквы, то есть было бы замечательно, но я этого не сделал. Так, хорошо, он снова крут, сейчас он будет банкротом? Нет, он не будет банкротом, у него 500. Давай, сволочь, с раскосыми глазами, отвечай. Как-то не вообще хорошо складывается событие игры пока, что я сейчас признаюсь, то есть я чувствую, так что вот она вот, видите, со своими щеками, со своими призывательными глазами мне тоже как бы говорит своим взглядом, что типа, чувак, тебе ничего не светит. Мы тут играем, блин, с Александром Друзьем, мать его, он, по-моему, кстати, даже немного похож, если усы убрать. Назовите слово целиком? Ну, ворота, блин. А, это, я чувствую, что мне бы ничего не помогло. Я думал, я думал, ущерб воротам, оказывается, за ущерб бороде 12 гривен. А что, хорошие, в принципе, были времена, можно было ходить, дергать людей за бороду и всего лишь 12 гривен за это платить. Я бы пожил бы во времена Ярослава Мудрого, наверное, мне бы понравилось. Ну что, давай еще раз пробовать, Барак. Барак, демократ, черный президент, улыбающийся, Бэтмен, летучая мышь, как я уже говорил, величал его не раз. Не знаю, как тебя уже назвать, чувак. У меня уже кончаются клички. Реально, у меня заканчиваются никнеймы для тебя, ты так долго тут торчишь. До 19 века этим словом называли змей, а затем оно стало обозначать вид сумчатых животных. А затем оно стало обозначать вид сумчатых животных, ну, как бы, кенгуру. Декарт исчерпал список сумчатых животных, которые были ему известны. Ладно, давайте. Видите, то есть это работает. В любой непонятной ситуации выбирай букву А. Поехали дальше, хватит лыбиться уже. Я тебе сейчас твои зубы стрелкой повыбиваю. А нет, не выбиваются, не получилось. Тысяча очков. Ну давай букву А тогда. Ну вот, нет, неверно. И обосрались мы с тобой, Баран. Выключайте, пожалуйста, барабан. Альберта Венедиктовна, Венедиктовна сейчас будет решать, что же это за вид сумчатых животных, которые с 19 века до апостолов. Так мы буквы из них нет. Ну, в общем, вы поняли. Крутите барабан. Такого кретина я видел в прошлом туре. У него просто усы были другие. Это что, сиамские близнецы, что ли? А что же они вместе не попали в одну тройку? Было бы забавно. Стоял бы посредине... 500 очков, буква. Демократ, боже. Как такое слово можно было забыть? Стоял бы демократ посредине. Это, наверное, было самое идиотское произношение слова демократ во всем интернете. Ладно, давайте... Раз уж я так часто букву Д повторил, давайте ее наберем. Откройте букву Д. Правда? Видите, как иногда подсказки от судьбы срабатывают. Иногда вот так бывает. Заговоришься как-то, как-то букву используешь и, пожалуйста, тебе... Да, вот, пожалуйста. Да, ты выигрыш. Да, чувак, все будет хорошо. Не верю я вам уже. Ну, давайте Е. Откройте. Откройте. Так, стоп. Будете вращать барабан, дадать слово. Что это за срань? Енотка? Енотка, может, в лицах ущетых животных. Сейчас, секунду, подождите. Ехидна! Все, понял, понял. Я бы даже, честно, не подумал бы про это слово. Я его не так часто слышу в речи, не так часто употребляю. То есть, слово ехидна вообще не употребляю, давайте признаемся честно. Я не знаю, у меня не настолько утонченная речь, чтобы я куда-то впиндюривал такие слова, как ехидна. Ладно, поехали. Мы сейчас находимся в финале. Все-таки добрался до него каким-то образом. В Индии это считалось незаконным и каралось принудительным распитием. Боже, какой кошмар, блин. А я отслышал, что индусы это самая мирная нация. То есть, у них там войн никаких не было, ничего такое. Но я вижу, как они свою агрессию, которую они во внешние войны никак, никаким образом не переплавляли. Раз уж мы тут про расплавленный свинец, да, используя такое прилагательное. Я вижу, как они ее сублимировали внутри себя на вот такие вот замечательные пытки. Принудительное распитие расплавленного свинца или меди. 350 очков. Я так понимаю, это, наверное, в духе проектов типа Лев против, если бы у них были развязаны руки при помощи закона. Они бы за распитие спиртных напитков заливали бы расплавленный свинец, если бы могли, наверное. Ну, в Индии было можно, да. Ребятам надо было родиться ни в том месте, ни в то время. Так, давайте, па-па-па-па-па, принудительно па-па-па-па-па. Давайте букву А возьмем. Молодец! Накройте нам букву А! Поехали. А, неплохо. О чем же, о чем же может идти? Вы знаете, обычно, когда я беру букву А, я же заменил, она всегда последняя там, где-то в середине. Но сейчас, это реально, по-моему, первый раз за все мои 20 с лишним выпусков, буква А тупо первая. Вот я такого не помню. Давайте, о. Откройте. Ну, видите, много букв, поэтому проще угадывать. Вращайте, пожалуйста, барабан. Антоночка. Антон, Антоночка, потрясающее слово, но не знаю я. Давайте подумаем, что ж там такого незаконного могло быть в Индии. Буква К. Просто замечательно. Мне повезет с буквой К. Наконец-то мне повезло с буквой К. Три правильно угаданные буквы дают вам право на две шкатулки. Две шкатулки. Ну, давайте правую или левую? Давайте правую выберем. Левую или правую? Какую? Левую, правую. Какую вам шкатулку-то? А, какую вам? Вы знаете, я последний раз угадывал эту срань, наверное, где-то выпусков 10 назад. Ебогу, я уже не помню. Что будете крутить? О чем же тут может идти вещь? Ну, надо явно еще буквы угадать. Я не смогу назвать слово. Просто не смогу. 600 очков. Буква. А, пришло мне в голову кое-что. Ну-ка. Откройте букву. Сейчас будет понятно 100%. Да. Алкоголь, мать его. Назовите слово целиком. А, вот так вот. Вот так вот. Давайте, давайте. Представляете себе? Моя шутка про проект Лев Против оказалась абсолютно правильной. То есть, действительно, блин. Я клянусь всеми индийскими богами, блин. Я не знал. Я правда не знал. Просто распитие, как бы, принудительное распитие. У меня ассоциация проигралась в голове. Ну, на самом деле. Я хотел сказать, что хорошо, что я не жил в Индии. Но я в любом случае не пью алкоголь. Поэтому, наверное, я был бы тем, кто реально заевает этот свинец. Потому что вся Индия бы бухала. Остался бы я и еще там два каких-нибудь кришнаиты, задрота буддистской религии. И мы бы, наверное, ходили бы по очереди и всем вливали. Вот так вот, наверное, мой досуг в Индии бы проистекал. Слушай, неужели мы с тобой можем сейчас попрощаться, баракушка? Абамушка? Вы должны отгадать от издательных. Сто тысячи, наверное, ничего себе. Поехали. Вот задание на суперигру. Один из ключевых моментов любого сюжета. Стоп, так там варианты-то. Завязка или развязка? Уже был такой вопрос на суперигру. Давайте так. Букву З берем. Букву К, букву Н, букву А, букву П, например. Букву О. Я думаю, что сейчас будет либо завязка, либо развязка, по-любому. И мы, наконец-то, с тобой... Завязка, значит. За. За. Заск. Заска. Заска. Значит, завязка. Заска это завязка, да. Минута пошла. Логично. А, я, я нажимаю. Там назвать слово, это не нужно делать. Завязка. Правильно написал. Главное сейчас не ошибиться в двух буквах. Все. Конечно. Прощай, чувак. Не, мы с тобой здорово поиграли. Вы выиграли суперигру. Эти аплодисменты вам. Итак, кто же следующий? Я голосую за то, что следующий должен быть Путин. По логике вещей. Медведев был, Обама, как бы следующий, наверное, Путин. Сейчас будем смотреть. Вот он последний. Последний звезда. Последняя звезда. И что я там получаю? Ну-ка, показывай. Сертификат. Отдых на Кипре на двоих. А с кем Обама будет отдыхать? С Джорджем Бушем, что ли? Младшему, что ли? Где его супруга или кто? Или я прямо отлетаю отсюда на этот Кипр один, а она с другой стороны присоединится с США. Ну что, Путин? Путин или не Путин? А, все-таки Королева Елизавета. Мне кто-то писал в комментариях, что Королева Елизавета. Я так и не понял, шутка это или не шутка. Но, по-видимому, это тоже, в принципе, неплохой вариант. Значит, я бы не угадал. Я бы думал, что это, скорее всего, все-таки Путин. Давайте посмотрим, что мы можем сделать с магазинов нашим. Во-первых, я вот, пожалуйста, могу... Ох, купить. Подождите, купить. За 97 тысяч. Ну, а куда деваться? Все равно все надо покупать, правильно? Теперь... Теперь, теперь, теперь... Приз-то где-то есть. А, вот приз. Сертификат отдых на Кипре на двоих. А в смысле сертификат? То есть это мне, типа, даграду дали, за то, что я отдохнул на Кипре? Где билеты-то на Кипре? Ладно, сертификат это... Билеты... Не, сертификат это сертификат. А вешаешь на стену? Ладно, хрен с ним, неважно. Вы, наверное, уже поняли, что я-то на Кипре... Ни на двоих, ни на одних, ни на троих никогда не отдыхал, поэтому... Не, я не знаю, какие там, особенности. Может, там нужен сертификат. Ну, давай, королева Елизавета! Не ожидал частей тебя увидеть вообще. Здесь. Вот она, да. Ну, представляете себе, вырвали вас из Великобритании, из гигантского там... Удачи, пожалуйста, барабан. Где она там живет, я не знаю. Уэстминстер или... Я уже забыл эту срань всю. В школе учил на английском языке эти здания административные в Лондоне. Я их уже позабывался. Поехали. Явление наблюдаемое только в темное время суток. Буква! Затмение, я не знаю, там что еще. Ну, буква, естественно. Закройте нам букву А! Давай, королева Елизавета выбирает русскую букву А. Она же знает алфавит, она все знает. Да, она как барак. Они все учили русский язык где-то, я не знаю. Где-то перед прямо входом в студию Поле чудес стоял Якубович с учебником и со словарем и инструктировал их по русскому языку, наверное. Поэтому они все так хорошо знают. Так, давай, поехали. Ну, начало неплохое. В принципе, мне хоть бы не... Хоть бы мне одну эту самую, как она, согласную бы угадать, было бы вообще здорово. Такой буквы нет, да. Так я и чувствую. Александра, склони свои Александровские колени. Посмотри, перед кем ты вообще, с кем ты тут рядом. Сбоку, справа, от кого ты вообще стоишь. Она справа, если смотреть с ее спины. То есть, замечательно. Я ничего не путаю. Откройте нам букву Р. Когда же у тебя уже зубы выпадут от этого Р. Но постоянно от вибрации просто, когда они у тебя уже отвалятся. А следующий ты козел, наверное, угадает. Осталось три буквы, я проиграл, по-моему. Проиграли мы с тобой, Елизавета. Не попрощаемся мы в этом выпуске, наверное. Такой буквы нет. Ну что ж, давай, Артемий, жги. А, был такой вопрос, точно, я вспомнил, да. Да, вспомнил. Вообще, вот это вот слово, оно такое. Не сказать, что я его тоже слишком часто употребляю в речи. И вообще, думаю над этим словом. Не бывает такого, чтобы я вышел из дома. Ах, какая заарница. Скорее, может такая мысль проистекать, если там одну букву. Поменять там третью. Точнее, если я по улице буду идти, увижу перец. Ладно. Это не важно, это мы опустим. Это не имеет никакого отношения к делу. Давай, жги. Отжигай мне вопрос какой-нибудь клёвый. Что ещё изобрёл Альфред Нобель, помимо премии? Давайте, давайте. Я просто это знаю, поэтому мне... Этого вопроса, по-моему, не было, но я просто это знаю. Он премию-то изобрёл, по сути, по-моему, если я не ошибаюсь. Из-за того, что хотел как-то компенсировать свой не очень позитивный вклад в науку, скажем так. Динамит изобретает. Финал, хорошо. Так. Елизавета разбирается в динамите. Это очень интересный факт. Этот механизм был изобретён в 1868. Первый экземпляр находился в Лондоне возле здания британского... Парламента! Британский парламент! Вот, наверное, вот это вот здание, я вспоминал там. Тужился. Сейчас подумаем. Мы должны это знать с тобой, Елизавета. Ты точно старая корга, ты что-то знаешь. Давай, это самое, подсказывай. Ну, подмигни мне там, я не знаю, на букву какую-нибудь, алфавитовую здесь. Если у тебя, конечно, получится так подмигнуть, чтобы я разобрал среди всех этих букв нужным. Вообще, надо букву. Надо букву, иначе никак. Механизм, механизм в Лондоне. Какой механизм может быть в Лондоне? Ну, наверное, что-то против дождя, наверное. Зонтики, не знаю. В Лондоне же дождь постоянно. Обращайте, пожалуйста, барабан. Ну, вот как-то ей не хочет, она мне никак подсобить. Она вроде бы должна это знать, но помалкивает. Корова. Я надеюсь, что королева Елизавета никогда не посмотрит это видео. Обидится за слова старая корга, за слово корова. Ну, корова, я тебя назвал, потому что у тебя реально такое немного... Лицо более толстое, чем я видел на фотографиях, честно говоря. 850 очков. Она там худее была. Хотя, может, она уже располнела. Ну, правильно, ты сидишь на троне целыми днями. Как тут не разжиреть? Откройте нам букву Т. Не подумай. Как бы, я даже не знаю, вообще, дает ли она какие-то указания, или там премьер-министр Великобритании все за нее решает. Не знаю. Я точно знаю, что она там как, знаете, эдакий символ, во-первых, монархии, а во-вторых, у нее такой распорядок, что надо с утра прийти, попить чайку, повернуться направо, там сказать какому-то сэру как. Прошел ваш день, повернуться налево. Это я передачу про нее смотрел небольшую. Там такой этикет, просто жесть. Меня бы выгнали просто, наверное, в первую же минуту, как только я туда зашел. Я бы сразу, я не знаю, насвинячил бы где-нибудь на столе, меня бы сразу прогнали с самыми тряпками из этого королевства. Давайте назовем С. Другое дело совершенно. Откройте букву Т. Хорошо. Это хорошо. Я такие, знаете, я интересные такие буквы тут открылись, то есть можно даже уже какие-то выводы делать, наверное. У вас ноль. Вращайте, браво. Спет, спет, срет, 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 срет. Сретельня, сретель, срет, сретня, сретня. Да. По-моему, так и есть он. Неужели... А, не, все-таки R под конец. Я думал, сейчас сюда реально сретельно какая-нибудь. Ну, было бы забавно. Механизм. Лондонский механизм сретельно 1868 года. 500 очков буквально. Впервые опробован королевой Елизаветой, было бы здорово, да? Ни-ни. Такой буквы нет. А еще было бы здорово, если бы я не запинался вовремя шуток. Так, ну хорошо. Давай, Роза. Ты выглядишь как немецкая пивоварка, честно говоря. Я не знаю, что ты можешь знать про... У вас ноль. Ну, правильно. Давай, Елизавета, отожжу. А, светофор, что ли? 600 очков. Буква. Сейчас проверим. Откройте букву В. Я вообще, честно говоря, вот сейчас услышал. Откройте букву В. Мне кажется, я никогда не слышал, как он это говорит раньше. Давайте, давайте. Паран. Точно! Вы представляете, как нам фартить с королевой Елизаветой? Мы тут же, вот, в суперигру попадаем. А если я сейчас еще и выиграю суперигру, то все это, все знаменитости будут открыты. Но это все равно, наверное, не будет финальный выпуск. Потому что мне еще нужно купить там что-то, если я не ошибаюсь. И полностью там расставить квартиру. Ну, посмотрим, как пойдет. Пока не будем загадывать. Я еще и не прошел тут ничего. 1100 рублей королева Елизавета заработала. У Леонида Якубовича. Я смотрю, Леонида Якубовича вообще насрать, кто к нему ходит. У него уже Брюс Уиллис был. Елизавета, Обама, Медведев. Он всем одинаково... Блин, ну давайте, какую букву выбирайте. То есть вообще никакого почтения в голосе. Этот холм по очертаниям напоминает череп. Именно поэтому он так и называется. Ну, череп по-английски скал. Наверное, как-то так. Скалистый холм, может быть. Давайте попробуем. Л, К, С. А, П, Н. А, все. Все закончилось. Сейчас посмотрим, что я тут наугадывал. Блин. И что я должен тут ответить? Ну, бу... Ах ты, блин, зараза. Но я хотел холм булочка. Ну, что такое? Ну, вот, блин, надо было мне выбрать эту гребаную букву А. Сейчас был бы холм булочка. Отличный холм. Булочка. Хорошо. Это такой... Тупой узбек произносит. Я не знаю. Я не знаю, что это за слово. Я никогда в жизни не угадаю. А, да. Такой холм я... О таком холме я слышал. Кстати, есть... Есть, кстати, довольно неплохой фильм с одноименным названием. Там Брэндон Гильсон в главной роли играет. Священник. Я его, правда... Мне не удалось его досмотреть, потому что было поздно. Надо было ложиться спать, идти на работу. Поэтому я посмотрел только половину. Но мне понравилось то, что я увидел. Голгофа. Хорошо. Идем дальше. Идем... Еще раз, я бы сказал. Даже не дальше. Идем дальше еще раз. Наверное, так. С холмом булочкой у меня не получилось косяк. Я... Я очень надеялся на холм булочка, но не сработало. Для лечения чего применялся московскими... А, московскими цирюльниками конский. Я не знаю. Хер пойми этих московских цирюльников. Что они там с конским наводом делают? Может... 600 очков. Может, отвлечение запоров? То есть, ты как бы человеку конский навоз, а у него как бы все сильнее, потому что... Ой, какая... Все. Приятного аппетита, если кто-то любит перекусить, конечно, за просмотрами видео. Я извиняюсь, но... Тут и вопрос-то такой, знаете, не самый что ни на есть аппетитный. Такой буквы нет. Я тут ни при чем. Мы с королевой Елизаветой тут абсолютно ни при чем. Правда, королева Елизавета? Смотрите, как она смотрит на меня. Неодобрительно. Да блин, ну это дебил, заткнись уже. Да не заткнуть, понимаешь? Я хуже, чем Якубович. Буква, поехали. Откройте нам букву А. Давай сюда. Голосую, что... Угадал. Ну, вращайте барабан. А какие там болезни есть на пять букв вообще? Так. Ой, блин, я мышку случайно перен... Такой буквы здесь нет. Я не знаю, блин, слишком мало букв и слишком мало букв открыто в слове, в котором и так слишком мало букв. Слишком мало букв во всех смыслах, понимаете? Я не могу сделать адекватный вывод. Неверно. Вот и хорошо. Крутите барабан. Давай возьмем с тобой, наверное... Угу. А вы все равно банкрот. Давай возьмем с тобой, наверное, королевских каких-нибудь фунтов стерлингов. Кинем их Якубовичу и скажем... Ты ничего не видел. Банкрота не было. Я угадываю. Я не знаю, сработает. Может, корону ему отдать. Кто же будет спорить с этим? Нет. Неверно. Ох, глазки у тебя просто... Хоть бы постыдилась в таком виде перед королевой. Вот смотри, Елена Малышева, смотри, как нарядилась. Губы себе накачала, а ты что? Смотри на себя. Ну это же... Что это за вид? А как ты колено будешь преклонять? Ты зубами случайно мне колено заденешь? И будешь преклонять свое, а заденешь мое королевское. В этом ничего хорошего не будет. Тебя сразу казнят. У нас в Великобритании так делают, да. По-моему, мы все пролетаем. Светлана, я знаю, каким способом ты можешь, в принципе, попросить Якубовича открыть абсолютно все буквы. Можешь начинать. Я отвернусь, потому что я считаю, что все равно не получится у меня. Вот вообще. И у тебя, судя по всему, не получится. Понимаете, наш суммарный IQ оставляет желать лучшего. Мы все не очень умны. Четыреста пятьдесят. П. Ну вот, откройте букву П. П от слова поехали. А, стоп, стоп, стоп. Шапка. Для лечения шапки. Лапка. У вас ноль. Может лечение... Может лечение лапки действительно какой-нибудь? Так, сейчас. Буква К, буква Л. Четыреста пятьдесят. Л использовался. Не, лапка не пойдет. Значит так. За... Жапен. Жапен, наверное, лечили. Че, лечить конским навозом? Жапен. Хап. Цап. Цапля? Цапля. Шапля, щапля. Зяпля. Вяпля, бапля. Я не... Я не понимаю. А, стоп. Капля, что ли? Нет. Нет. Неверно. Ну, как лечение каплей. Кто лечит каплей? Каплями лечит обычно что-нибудь. К примеру, синдром сухого глаза, который меня иногда достает. Его, по идее, каплями. Ну, не лечат, но снимают симптомы. Откройте букву. Так, поехали. Здесь, значит, да? Тапок. Будете крутить барабан? Хоть тапок. И не понимаю, о чем речь вообще. Сапог, тапок. Тут... Мы что, обувь какую-то угадываем? Молодец. Неверно. Так, сейчас она, по-моему, назовет слово эта сучка. А нет, смотрите. 350 очков. Что это такое? Я не понял. Ой. Такой буквы здесь нет. Что будете крутить? А, блин. Все, я понял. Запор. Да, твою мать, это второй раз? Я же шутил уже про запор. Я же шутил про запор. Черт возьми. Блин, это уже выглядит даже подозрительно. Реально может показаться, как будто я заранее сдался ответ. Клянусь. Я угадываю просто. Я угадываю. Я тогда пошутил и сказал, фу, какая отвратная шутка. Оно оказалось так и есть. Блин, нет слов просто. Я же... А, это не запор. Это запой. Наверное, да? Ну, а что еще это может... Стоп, а почему я решил, что это запой? Так, подождите. Давайте. Назад. Нет, это не запор, оказывается. Блин. Может... Может... Фапой? Фапой? Для тех, кто слишком много фапает. Это такая болезнь, которая лечится конским навозом. Фапой. Цирюльники. Московские цирюльники такие. Бегали прям, наверное, в Москве просто. От работы отбиться не могли, реально. Работали целыми днями. Потому что навозом не напасешься на этих фапойщиков. Ну, я не знаю, что тогда. Действительно, запой, наверное. Ну, давайте попробуем... Давайте попробуем просто назвать букву. З, наверное. Я сейчас посмотрю, что будет. 400 очков. Буква. А что еще, блин? Просто замечательно. Открыть. Хотя я не понимаю, как навоз может... Да, я оказался прав. Буду обращать барабан, назовете слово сразу. Ой, ну давай, давай попробуем. Давайте, давайте. Ну, конечно! Ну, да, конечно. Навозом лечить запой. Тут Елизавета должна это знать, вот эти все вещи. Хотя, по-моему, запой был недавно. У тебя лицо такое хмурое, блин. Ну, вообще, не... Вообще, недовольны, что ее выдернули из королевского... Королевского английского королевства. И запихнули Якубовичеву. Какой-то чувак. И тусатый чувак в микрофон перед... Тобой что-то говорит. Ты вроде только что отобедала с каким-нибудь премьер-министром. Тебя втирают какую-то совершенничью дичь. Что изобрела плохая американская секретарша Бетти Грэм? 350 очков. Ну-ка, это не то, что я думаю, случайно. Нет. Нет, я думал, Степлер, может, изобрела. Вроде бы Степлер по буквам подходит. Значит, что-то другое изобрела плохая. Может, она изобрела хорошую американскую секретаршу? То есть, родила девочку, а она выросла хорошая американская секретарша. Закройте нам букву А! Секретарша, нет? О, нормальное такое слово она изобрела. С тремя буквами А сразу. Тебе немного денег, а? Подруга, блин. У тебя там... А мне показалось, что у неё пузо расширяется. Книзу, наверное, нет. Ну, плечи у неё точно какие-то неровные. Тебе нужно заняться гимнастикой, женщина. Савелий, пожалуйста, вот. Тебе вот надо было в прошлом туре поучаствовать. Там было написано, что конский навоз или какой там коровий, я не помню, лечит запой. Запасись навозом, пожалуйста. Срочно запасись и обмажь им свой красный нос. Он у тебя тогда будет коричневым, как вся остальная кожа. Она такая немного у тебя коричневатая. И не будет видно, что ты запойный. Ммм, чё ж она там такого могла из-за... Ну, давайте, я не знаю, букву там... К, действительно. Я люблю букву К, да. И не зря, судя по всему. Что, какашка, что ли? Какашку она изобрела? Да, давай-ка крутанём. Сейчас подумаю. Четыреста очков. Буква. П. Такой буквы нет. Давалка, может быть. Что будете крутить? Может быть, плохая американская секретарша Бетти Грэмбл, а давалка изобрела... Ну, способ продвигаться по корейной лестнице, там. Всем давать. М. Откройте букву М. Задавёте слово целиком. И вы абсолютно правы. А. Замазка. Замазка. Какая нахрен замазка? А, это то, что мы в школе называли штрих, наверное, да? Я понял. То есть, когда ты ошибаешься, это называется официально замазка. Всегда. Абсолютно всегда называли это штрих. Ну, по крайней мере, когда я учился, там, лет восемь назад. Штрих дай, дай штрих, дай штрих, штрих дай. То есть, я помню эти фразы до сих пор. Так, сколько? 28 минут мы мучаемся с этими особыми королевских кровей, блин. Одна чёрная, она белая. Вот, вот у нас белая. Чёрная особа уже оставила нам свой автограф. Так в средневековом театре называлась. Фигурка, изображавшая Деву Марию. Опять-таки, никакого расизма я абсолютно не вкладываю в свои слова. Он просто действительно, ну, я этот, чёртов, мигер, действительно чёрный. Вы же понимаете. Давайте букву П. Такой буквы нет. Не может этого быть, блин. В этом слове должны быть все буквы алфавита, мне кажется. А, может, Туэтка как-нибудь. Ну, он не прогадается этим выбором. Да, мне кажется, что вот это он не зря выбрал. И всё. Я думал, сейчас вот так, вот так, вот так будет просто. буква а а потому что все когда видели делу марионе сразу падали на колени молиться же надо проникли море тебе тоже наверно нужно побольше конского навоза или какого-то корове реально тоже помню запой у тебя помню запуту блин все запойные алкаши очень кубович то точно запойный алкаш крутить барабан блин говорить вращайте барабан десятилетиями подряд это явно как-то должно сказаться на психологическом здоровье алкоголь независимость морковка морковка ну правильно фигурка была она такая была продолговатая на фигурка девы мари марков значит наверное слово фарфо да факт буква f да то есть от слова фарфор вот мне так кажется сейчас я попробую букву f давайте сейчас даже два раза попали замечательно такой буквы нет таблома никакого фарфора черт возьми что же тогда это может быть не я не знаю мне кажется что это слово должно быть которое наверняка слышал может даже не раз мне в голову ничего не приходит будете крутить барабан картотека блин реально к вопросу о секретарших плохих картотек 850 очков буква мне кажется этот вопрос туда нужно было секретарской тематике секретарской секретаршеской секретуцк я не знаю как это правильно просклонировать давайте уже ребята еще одну букву и все и я вот первую угадайте мне букву пожалуйста вот он сейчас может и слово назвать что будете крутить нет не назвал смотрите мирослав пока мирослав пока играет дальше и дает мне еще призрачную возможность на победу марионетка все сволочь а все он сейчас назовет слово жаль не получилось я уже понял что это но не получилось да назовет к три буквы осталось до козел не ори я тебя прошу без тебя тошно абсолютно то что я пытаюсь давайте сколько там дек 31 минута еще можно еще можно попытаться поехали 23 тысячи 300 рублей у нас принципе принципе на для королевской семьи мне кажется это не очень большой заработок но мы будем довольствоваться тем что ими так 6 букв поехали по по-прежнему нам аплодируют хлопают 3 3 3 3 3 3 3 3 башками зрители бесплатный сыр бывает только мышеловки кому принадлежат эти слова я не знаю я предположу что может пушкин потому что пушкин обычно все проверим нет что-то другой может быть гофман потому что он же написал там щелкунчик крысиный король правильно это же он за . ой какой крыс сильный король щелкунчика крысиный король это фильм кончаловского провали а он написал просто щелкунчик может быть там он как бы ну там же был красивый король вообще в этом щелкунчик вообще там крысы какие-то были или нет я не знаю просто реально я никогда не вдавался мне вообще как-то ну сказки не интересно примеру тут же андерсон я как бы в детстве читать вообще не мог сейчас и сейчас не могу сейчас мне уже не в кайф как-то абсолютно вот экзюпери маленький принц это да это классно сейчас к скандарску откройте нам букву хотя я сейчас он был зомневался щелкунчик кто вообще а это не андерсон даже гофман правильно так что мы это обсудили что-то у меня крыша вообще уже едет с этим барабаном с этими буквами с вот этим вот идиотом ребята прекращайте прекращайте угадывать а теперь осталось только понять вот что это за срань так и кто это вообще кому принадлежат эти слова тут рез ты ты трез это блин но придется вращать наверное тут однозначно какая-то гласная сто процентов тысяча очков буква тетрис тут рез тет тят попробую так вот облома все это я проиграл уже будете крутить барабан ну у попробую значит следующий раз какая-то гласный тут должна быть а тут вот парочка согласных поди определи какая кто же будет спорить с этим неверно так хорошо значит тут я или и илью так блин тут какая-то очень редкая гласная стоит черт надо сосредоточиться да вы чё издеваетесь что ли блин козлы будете вращать барабан назовете слово сразу 750 очков скотина турсатая небось там магнитик какой-нибудь поставил дошла зато мы знаем что это не тюд будет крутить ну реально уже заканчивается ну там остается то смотреть только буква и буквы 700 очков буква может тыткер какой-нибудь тыткер кстати реально реально хорошая мне была фамилия тыткер знаете человек по фамилии тыткер придумал фразу бесплатный ссылку бывает только в мышеловке это было бы смешно или теткер тет тет или тыт вот правда давайте подумаем какая дилема господи я сегодня проснулся утром никогда не думал что я буду стоять перед такой страшной дилемой тет или тыт вот правда а господи эврика значит тет все-таки ну и что это такое будете вращать кто это блин теткир теткис тет тетрес а стоп блин как это мы тоже должны с королевой знать это тетчер это оказывается тетчер сказал тыткис тыт тыткер чё тут только не набирал а якубович ты там я надеюсь конечно не думаешь я прям совсем дебил все нормально я просто иногда иногда не везет не угадывается офицерский чин казачьих военных то есть как у казаков называются офицеры то есть как бы у обычных войск это офицеры а у казаков это она а там а вот как бы печально я ведь прочитал полностью тихий дон шолохова кстати реально одна из самых лучших книг которые читал вообще но я не помню вот этих вот военных подробностей у меня это очень быстро из головы вылетривается я никогда быстро вот никогда то есть надолго не запоминал какие-то детали военных походов значит операции даты все что с этим связано какие-то казачьи чины не казачьи чины просто чины ни черта не запоминал ну не знаю даже что и сказать по этому поводу блин жуткому давайте попробуем букву а да что мне еще остается делать если подумать раз-два вращайте пожалуйста барабан ну смотрите не так уж и плохо атаман как бы но не подходит о хотя тоже две буквы а как условие атаман у меня о смотрите только единственное вот у запойного алкаша чуть меньше денег чем у королевы великобритании я прям могу с собой гордиться откуда они сюда столько бабла набирают вообще откуда вот у него четыре тысячи сто рублей не поэтому козла я вообще не помню что мне когда-то удавалось только выносить за первый же раунд редко когда такое было 600 очков буква такой буквы нет и сейчас посмотрел ее нотик побольше чем у нашего алкаша реально то есть него на смену просто краснее больше как-то выделяется на вот этом вот бледно-коричневой розовом коне неверно поехали давайте думать давайте размышлять букву и не то выбрал о нормально за же бывает иногда фарти старшина все поехали щас щас старшина и мы с королевой попадаем супер игру давай сейчас еще теперь развязка пусть будет один из ключевых моментов повествование давай на завязке я уже попрощался с этим сейчас на развязки вообще завязка это то в чем судя по всему пребывает елизавета лицо реально как будто она в завязке вот она хочет себе в чем-то не отказывать но приходится отказывать с китайского языка название этого растение растениеait и я так понял это китайц viamente писала то есть надо так читать скитальского языка название этого растение переводится как человек корень так китайцы говорят я не вернулエнгельского dice ой ладно меня это надо тренироваться я сразу не смогу человек-корень сорняк я не знаю что там я не да блин растений может быть целая куча как я как я могу блин угадать эту срань давайте пркс посмотрим если они есть минута пошла блестящий подсолнух одуванчик нихрена не подходит пока все я больше не знаю никаких растений сейчас зверобой но давайте возьмем тогда зверобой в таком случае ты че тупой что ли а понятно буква р вот так в таком случае зверьё бой пусть бы сожалению не угадали не это бесполезно я бы мог бы 10 минут сидеть я бы вот вот это бы не вспомнил так ну что ладно 40 минут мы с тобой помучились как тебя там зовут екатерина все время у меня вот этот вот прикол наверно с детства я все время хочу назвать королеву великобритании екатериной вот я не знаю почему но это так в общем елизавета я с тобой пока прощаюсь оставлю тебя на следующий выпуск а с вами тоже прощаюсь и с ней прощаюсь и с вами я со всеми прощаюсь если вам понравилось это видео то подписывайтесь на канал оставляйте под этим видео какой-нибудь комментарий ставьте этому видео лайк открывайте описание внизу под видео там внушительное количество плейлистов там есть ссылка на группу вконтакте вступайте в неё плейлисты кстати очень красивенько отсортированы я старался но посмотрите уважьте меня также открывайте плейлист на группу рубрику качаем мозг прям перед вами сейчас его помещу и в принципе все всем счастливо всем удачи всем пока